Как классно нас посетило солнышко! Чё я сейчас включилась? Посмотрела видео Наташи, ссылочку на её канал оставлю внизу. Она сняла разговорного плана видео про дружбу, в общем, свои какие-то происшествия в жизни. Так вот, там она сказала о том, что случай, который у неё произошёл с какой-то там девушкой, неважно с кем, что она её удалила из всяких соцсетей, перестала там писать сообщения и всё в таком духе. Я бы могла написать ей под видео в комментариях, но так как я эмоциональный человек, я без эмоций не могу, и этот случай именно нужно рассказывать вот именно с такой мимикой, которая у меня. Когда я ещё работала на Украине на заводе, ну, соответственно, все понимают, да, коллектив, особенно бабский коллектив, Упс, женский коллектив. Все мы знаем, что это проблема. Женщины между собой конкурируют всегда, женщины склочные, женщины обидчивые, женщины сплетницы. У нас вечно были какие-то конфликты, причём я всегда такая открытая, говорю правду, всё, что думаю. Даже если что-то будет не так, я это прямо скажу. Так вот, у нас была там девушка одна, которая сама по себе такой человек, закрытый человек, что ли, и она такая, человек настроения, наверное, так можно назвать, потому что когда я что-то прямо говорю или упрекну её в чём-то, именно даже по работе, она обижалась и, надеюсь, что не плакала. Короче, было одно время, мы с ней общались нормально, даже добавили друг друга в ВК. Это же такое дело! Спустя какое-то время что-то произошло по работе, принимая у неё смену в очередной раз, я что-то заметила, я не помню что, по-моему, дело было в уборке, потому что у нас все всегда срач разводили, вот, а я с этим боролась. Я ей просто высказала это именно не в форме скандала, да, не в форме там чего-то такого плохого, ты там, коза и всё такое, нет, просто сказала там, к примеру, да, там, Женя, давай в следующий раз там, ну, будешь сдавать почище смену, потому что я же тоже чистую сдаю, и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Она, как обычно, обиделась, причём, знаете, это работает вот именно по щелчку пальцев. Она может стоять с тобой, смеяться, тут я выскажу ей что-то, не в грубой форме даже, и сразу именно так, оп, вот такое вот происходило постоянно. Она замыкалась в себе, она переставала разговаривать, даже в тот момент морозится от меня, может вообще развернуться и уйти. Вот такой был чудесный человек. Ну, у нас у всех свои тараканы в голове, и мы все по-разному реагируем на одни и те же какие-то происшествия. Так вот, к чему я это всё вела? К тому, что с моим работником, с которым я именно в смену работала, мы что-то там обсуждали в контакт, кто у кого в друзьях есть, кто вообще есть из наших работников в контакте. Ну и как-то слово за слово, этот мой соработник говорит о том, что у этой девушки что-то там на странице, какая-то фотография, ой, зайди, посмотри. А я ещё задумалась, так в контакте вообще такая фишка существует, новостная лента, и я её всегда в телефоне выставляю как стандартной стартовой страницы, и когда у кого-то что-то обновляются, фотографии, информация на страницах, у меня это всё видно. И я как раз недавно пролистывала новостную страницу, и там не было ничего. Я как-то с сомнением подошла к этому, говорю, ну покажи ты мне на своём телефоне. Мы посмотрели, думаю, да ну нет, я бы точно такую бы фотку заметила. И я пролистываю, пролистываю всю ленту, до конца ничего нет. В итоге меня осенило, что она меня просто удалила из ВК. И тут же меня осенило, почему? После того случая, как я ей высказала просто рабочие моменты, именно рабочие. Всё, типа мы не друзья, короче. До этого мы были такие друзья, прям аж дальше некуда. А теперь, ну всё, вот накопилось у неё. Она решила меня удалить. Ну и кому не смешно, и было непонятно, в общем, мы даже когда добавили друг друга в ВК, мы не дружили, даже не общались. Ну максимум я могла по работе что-то там написать, спросить и всё такое. Мы были не подруги. В общем, вот такая вот история. И теперь постоянно, когда кто-то говорит о том, что его удалил кто-то тоже из соцсетей, и мне сразу вспоминается эта история, и сразу так ржачно становится. Я не считаю вообще добавление в ВК и удаление из него чем-то таким... Чтобы было понятно вам, я чищу список друзей ВК и в различных других соцсетях, ну раз в месяц, чтобы вот именно так вероятно. Поэтому я всегда ржу, когда слышу, что кого-то где-то там кто-то удалил, типа сделал больно так, именно она тебя, тебя удалил. В общем, ладно, поговорили.